Генеральный план сельского поселения Медвежье-Озерское рассмотрели в рамках публичных слушаний, прошедших в местном Доме культуры. На встрече жители поселения положительно отметили запланированное развитие социальной инфраструктуры. Предполагается строительство двух школ и пристройки к уже существующему учреждению образования, рассчитанных на 2340 мест, а также открытие пяти детских садов, поликлиники и больничного стационара. Не хватает помещений, не хватает кабинетов, не хватает нашей амбулатории. И если будет построена поликлиника в новом городке, то это будет, конечно, плюс. Прежде всего, было произведено уточнение актуализации исходных данных, то есть население обеспечено всеми социальными и другими инфраструктурными объектами. И в материалы генплана предусмотрена первая очередная задача – это ликвидация тех дефицитов по этим объектам. Также запланировано увеличение числа рабочих мест за счет реконструкции существующих производственных территорий и создания новых, а также строительства общественно-деловых центров. В частности, в Медвежьих озерах планируется увеличение рабочих мест на 6,5 тысяч, что достаточно солидно, чтобы люди не ездили в Москву, чтобы они занимались непосредственно, грубо говоря, рядом с домом, в зависимости от той инфраструктуры, в которой они будут задействованы. Генеральный план рассчитан до 35-го года и учитывает также перспективу строительства дублера Щелковского шоссе. Дорога пройдет по территории поселения. Она выходит из Лосиного острова и пройдет по территории сельского поселения Медвежьих озерах. И как раз она в районе Долгого Ледова соединится с трассой Щелковского шоссе. Протоколы публичных слушаний будут опубликованы в газете «Время» и других СМИ Щелковского района. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».